Добрый день! В прямом эфире Вести Кабардино-Балкария о самых важных событиях в республике. В эти 15 минут расскажут корреспонденты нашей программы и о Казвеге Киев. Главные выпуски. Аналоговое вещание доживает свой век. Как скоро республиканское телевидение перейдет на цифру? Готовность нового оборудования проверил зампред правительства. Солнечную лозу готовят к зиме. Основательно. Прошлогодние морозы научили. Стартап для начинающих предпринимателей. Лучшие бизнес-идеи получают поддержку государства. Как реализуются молодежные проекты в Зольском районе. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков в тройке самых информационно открытых губернаторов страны. Итоги рейтинга за ноябрь приводит пресс-служба главы и правительства КБР. Всего за месяц Коноков улучшил свою позицию в списке на 50 пунктов. Напомним, коэффициент информационной открытости глав субъектов России ежемесячно высчитывает Национальная служба мониторинга совместно с Институтом независимых политических исследований. Рейтинг построен на основе анализа 75 тысяч сообщений федеральных и региональных СМИ. Арсен Коноков вошел в тройку лидеров благодаря своему решению отправить в отставку республиканское правительство. Также в прошедшем месяце глава Кабардино-Балкарии сохранил высокую активность в сети микроблогов Twitter. Из других руководителей субъектов СКФО лучший показатель у главы Ингушетии Юнус Бека Евкурова. Он занимает 13-ю строчку, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. Минтрансреспублики рапортует завершена укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия на начальном участке автодороги Кисловодск-Долина Нарзанов-Джилысу-Эльбрус. Его протяженность 11 километров. Подрядной организацией в настоящее время ведется укрепление обочин и водоотводных канав. Чтобы повысить производительность и закончить работы к концу года, увеличено число миксеров, перевозящих бетон и количество строителей до 20 человек. Также продолжается асфальтирование 30-километрового участка дороги от развилки на Кисловодск в сторону долины Нарзанов. Объект переходит на 2013 год, но асфальтирование 25 километров предстоит завершить в текущем. На концевом участке автодороги практически закончено развитие серпантина с устройством земляного полотна. Параллельно идет установка водопропускных труб, барьерного ограждения и дорожных знаков. Заместитель председателя правительства КБР Мухаммед Кадзоков, курирующий в новом Кабмине средства массовой информации, около часа назад побывал в радиотелевизионном передающем центре и проверил его готовность к переходу на цифровое вещание. Это аппаратные, откуда уже несколько месяцев по каналам вещают в цифровом формате. Правда, пока в тестовом режиме и только в Нальчике. Получают сигнал высокого разрешения владельцы телевизоров последнего поколения или же те, кто подключил необходимую приставку. Образцы таких ресиверов сегодня продемонстрировали участникам выездного совещания. Стоят они от полутора до четырех тысяч рублей. Недешево, отметил вице-премьер Мухаммед Кадзоков и добавил, в социально незащищенной части населения нужно будет помочь в их приобретении. Полностью перейти на цифру Кабардино-Балкария должна через три года. Районам, по вышкам, где Бардино-Балкария будет аналоговое телевидение отключено предварительно 15 июня 2015 года. Исполняющего обязанности министра по СМИ общественным и религиозным организациям Мухаддина Кумахова интересовала, где люди могут получить необходимую информацию. В ближайшее время в столице республики по улице Ногмова для этого откроют специальный консультативный центр, ответил директор РТПЦ. Вышки, принимающие цифровой сигнал, уже стоят во всех районах. В дальнейшем пакет каналов будет доведен до 50. Зашла речь и о новом телевидении Кабардино-Балкарии. Республиканский телецентр возведут на месте НОТРА. Сумма всего проекта порядка 180 миллионов рублей. Мухаммед Кадзоков отметил, что нужно сначала подумать о реализации технической части проекта и подытожил итоги совещания. Я думаю, эти все меры мы обозначим в отдельном каком-то решении и потом уже доведем до населения. Я очень надеюсь, что у нас этот переход пройдет очень гладко, безболезненно для населения, но и для творческих людей, для нашего телевидения послужит новым толчком для того, чтобы показать и социально-экономические события в республике, и творческие наши коллективы и планы по всем направлениям нашей культурной жизни послужит большим, хорошим толчком вперед. В 3 миллиона рублей обойдутся республиканской казне новогодние праздники. Эту цифру озвучили на заседании Президиума Объединения профсоюзных организаций КБР. Новогодние представления по традиции пройдут в ДК профсоюзов. С 29 декабря по 5 января на главной елке Кабардино-Балкарии побывают почти 10 тысяч школьников. Средства из бюджета уже выделены, и подготовка к празднику идет полным ходом. Разработан план новогодних представлений в районах, печатаются пригласительные билеты на елку. Определены и ответственные за проведение мероприятий сотрудники Резкома профсоюзов и министерств. До 10 декабря должен быть представлен основной план сценарий детских праздников. Распределение пригласительных билетов также пройдет в ближайшее время. Будут обеспечены и необходимые меры безопасности. Во время новогодних торжеств к усиленной охране правопорядка привлекут дополнительные силы МВД, служб МЧС, медицинской помощи. Напомним, даты и детали проведения республиканской елки ежегодно определяются постановлением правительства КБР. Продолжаем выпуск. Земледельцы республики готовятся к зимовке. Урок, преподнесенный прошлогодними морозами, губительно сказавшимися на некоторых сельскохозяйственных культурах, труженики полей извлекли. Особенно тщательно готовят к холодам виноград. Эта отрасль АПК в последние годы усилена. Возрождаемая в республике больше всего пострадала от зимней стужи. Поэтому ожидаемый рекордный урожай ягоды собрать не удалось. Хотя и падения показателей по сравнению с прошлым годом не наблюдалось. Какие надежды виноградари республики возлагают на сезон 2013, расскажет Марьян Джимуразова. Винограда в этом году в Кабардино-Балкарии собрали на 300 тонн больше, чем в прошлом, отчитался недавно республиканский минисельхоз. Пока в тиши министерских кабинетов подсчитывают и сводят цифры итогового отчета, на плантациях кипит работа. Солнечную лозу готовят к зимовке. В Чернореченском агроконцерне прекрасно понимают, только при грамотной профилактической и лечебной обработке от болезни можно надеяться на хороший урожай в следующем году. Здесь более десятка сортов винограда. И, как выяснилось, прошлой зимой не все из них приживаются в нашем климате. Из-за сильных морозов за 30 с минусом. Некоторые сорта вообще не плодоносили. Урок в агроконцерне учли. Некоторые сорта, конечно, выносливые. Там до 28, до 30. Есть, которые выдерживают 24. Вот до 24 гитара. Радуся, которые выдерживают, мы стараемся укрить. Мы уже украли гектаров 240, 245 гитаров украли на данный момент. Еще нам осталось укрить около 40 гитаров. Технологии есть. Мы книги читаем, смотрим, в каких странах, где лучшие. Они приезжают к нам. Перед тем, как накрыть, куст обрезают. Для лучшего произрастания, обильного плодоношения и придания декоративной формы, говорят виноградари. От лозы, вытянувшись до полутора метров, оставляют лишь 30 сантиметров над уровнем почвы. Удаляют сухие и вялые побеги, оставляя от 6 до 8 плодоносящих веток. Технология эта, кстати, очень непростая. Специалистам агропредприятия пришлось пройти обучающие курсы в Краснодарском крае и даже побывать на практикуме за рубежом. Главное, агроном показывает все. Агрономы постоянно с нами показывают. Мы работаем, они смотрят за качество. Мы стараемся, чтобы успеть все вовремя делать. Площадь виноградников в Кабардино-Балкаре уже достигла полутора тысяч гектаров. Более сотни разбито только в этом году. По мере взросления насаждений увеличиваются и валовые сборы солнечной ягоды. На поддержку этой отрасли растениеводство направлено свыше 12 миллионов рублей. Пока урожай сортового винного винограда продают на переработку за пределы республики. Но в Минсельхозе Кабардино-Балкаре прорабатывают вопрос получения лицензий для собственных, простаивающих сейчас винодельческих предприятий. Тем более, что к 2020 году площадь плантации предполагается увеличить вдвое до 3000 гектаров. Мария М. Джангуразова, Сафар Гириев, Анатолий Дереко, Весико, Бардино-Балкаре. Стартовый капитал для начинающих бизнесменов. В Зольском районе сразу 10 молодых людей смогли открыть собственное дело. Помог ежегодный молодежный конкурс на лучшую бизнес-идею. Гранты на реализацию своего проекта, а это до 300 тысяч рублей, новоиспеченные предприниматели осваивают в различных отраслях. От сельского хозяйства до современных цифровых технологий. С молодыми бизнесменами встретилась моя коллега Лариса Тиуважокова. Открыть тренажерный зал – это была давняя мечта Алима Тиуважева. Осуществить ее молодому предприимчивому человеку помог грант в 250 тысяч рублей. К участию в районном конкурсе Алим подготовился основательно, разработал детальный бизнес-план. Комиссия оценила его по достоинству. И вот результат. Первый в Зольском районе тренажерный зал готов принять посетителей. Большинство тренажеров мы закупили благодаря полученным средствам, участвовали в конкурсе. Своими силами было отремонтировано помещение, в котором мы сейчас в данный момент не находимся. В планах начинающего предпринимателя – расширение дела, ремонт раздевалки и переоборудование душевой. Еще один победитель конкурса – Беслан Кушхов. Помощь государства использовал на создание собственного медиа-центра. Теперь жителям района нет необходимости ввести вышедший из строя компьютер в Нальчик. Помимо ремонта оргтехники здесь распечатывают фотографии, производят перезапись на диски и даже изготавливают рекламные щиты. Всего же участниками конкурса на лучшую бизнес-идею в прошлом году стали 17 человек. 10 из них получили стартовый капитал. В нынешнем число участников увеличилось. Правда, и направление в 2012 году – несколько иное сельское хозяйство. В этом году было подано 47 заявок. Из них мы отобрали 27. Из 27 – 19 заявок. Те, которые прошли, они как раз по сельскохозяйственному направлению у нас. После получения грантов они уже регистрируются как предприниматели. А если интенсивное садоводство и выращивание овощей в закрытом грунте, они будут проходить как крестьянское. Они должны уже зарегистрировать крестьянское фермерское хозяйство. Грантовая поддержка 27 молодых предпринимателей обойдется республиканской казне в 7,5 миллионов рублей. За лучшую молодежную бизнес-идею они получат по 240 тысяч, а по приоритетному сельхознаправлению по 280. Деньги победители этого года получат в 2012. Стать участником госпрограммы может любой человек в возрасте от 18 до 30 лет. Единственное условие – наличие высшего образования, ну и, конечно, обоснованного бизнес-плана. Лариса Теува-Жукова, Анзорка-Широка, Вести, Кабардино-Балкария. И последнее. Сегодня управление ГИБДД инициировало очередной рейд по выявлению нарушений, связанных с тонировкой стекол автомобилей. К сожалению, тонировка и автомашины с тонированными стеклами, они на сегодняшний день не уменьшились. Хотя ежедневно выявляются, еженедельно мы подводим ежедневно итоги, анализируем. Там не только десятки, сотни нарушений. Там они приспосабливают какие-то разовые, которые оперативно ставятся, оперативно снимаются. Основное внимание уделили въездам в столицу республики. На посту ДПС «Шалушка» только за время присутствия нашей съемочной группы выявлено почти 10 нарушений. А в общей сложности на данный момент 41 водитель привлечен к административной ответственности. И это лишь на одной точке. На въездах Нальчик и улицах города сейчас дежурят 26 патрульных экипажей. Рейд продлится до конца недели. Кроме тонировки, сотрудники ДПС уделяют внимание и правилам перевозки детей. Это были все новости часа. Следующий выпуск в 17.30. Смотрите новости Кабардино-Балкарии с нами. До встречи.